АТРАКЦИОНЫ Да, тем не менее, депутаты Гордумы намерены проверить на безопасность все аттракционы города. И об этом мы сегодня и поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в студии депутат Челябинской городской думы Александр Галкин. Доброе утро, Александр Николаевич. Александр Николаевич, ну давайте поговорим о тех аттракционах, которые еще попадают в список опасных. Вообще самыми травмоопасными являются, к сожалению, батуты. И вот что-то самое такое, знаете, простое, где нет двигателей, ничего опасного. Мы обязательно займемся проверкой всех аттракционов. И уже на этой неделе запланировали выезды в Сад Победы, в парк имени Тищенко, в Пушкино поедем. Потому что те проблемы, которые выявились в парке Гагарина, наверняка они присущи и другим паркам. Потому что, скорее всего, в парке имени Тищенко в Металлургическом районе такая же ситуация с аттракционами, которые были когда-то списаны, они до сих пор функционируют. Которые нужно было уже закрыть где-то, где-то 10 назад. Сейчас мы разбираемся, потому что, скорее всего, эти аттракционы прошли в дальнейшем какой-то... Какой-то апгрейд какой-то, да, что-то поменяли. Да, там что-то поменяли, они обновились, и, наверное, поэтому они проходили техническое совершенно спокойное обследование. Наша основная задача, и глава города об этом заявляла, безопасность детей. Вот надо на это обратить внимание. Не то, что там, в первую очередь, он работает, не работает, когда он был продан, как он был продан, а безопасность. Потому что родители, приезжая в парк, они же не задаются, как правило, вопросом. Там есть технический паспорт, ну, давайте мы на нем покатаемся. А то, что там, допустим, завтра аттракцион может сломаться или принести какие-то увечья, никто об этом не задумывается. И нужно вот этой историей дальше заниматься. Соответственно, если мы видим, что аттракцион небезопасен, мы будем настаивать на том, чтобы его закрыли. Ну, а вот каким образом все это будет проходить? Это какие-то специалисты вместе, да, будут ездить с вами? Да, мы берем с собой специалистов, берем сотрудников Роспотребнадзора. Уже достигнуто соглашение с прокуратурой города Челябинска, который нас поддерживает в этом направлении. И все вместе мы поедем по паркам. И еще, говорю, начиная от батутов, заканчивая сложными конструкциями. Потому что самыми травмоопасными являются батуты. Там еженедельно кто-то что-то себе ломает, травмы, увечья. Ну, а вот в чем главная причина вот этих травм? Вот именно батут. Да, вот то, что касается батутов. Кто несет ответственность? Ну, вроде бы смотришь, батут, ну, мягкий, мягкий. Что можно сломать, да, по сути? Вот туда ребенка заплатил деньги. И кто? Я должен за ним следить? Или я в этот момент могу пойти? Кто отвечает в этот момент, да, за ребенка? Ну, вообще отвечает тот человек, который там запускает туда детей, которые собирают деньги, есть там ответственность за технику безопасности. Но лучше всего родителям смотреть за своим ребенком самому. Потому что порой человек, который там стоит, это школьник 10-11 классов, студент, он собирает деньги. И рядом с двухлетним ребенком прыгает там какой-нибудь чуть ли не 18-летний, который тяжелее его в раз 10. И он, ну, одним неосторожным движением может этого ребенка придавить, что-нибудь ему сломать. Дети там прыгают в кепках, дети там друг на друга завазят, кувыркаются. Там реально еженедельно в статистику попадает случай, когда дети что-то себе ломают. Руки, ноги, там, вывихи и так далее. Ну, родителям в первую очередь нужно быть бдительным. Вот я вот об этом хочу спросить, Александр Николаевич. Смотрите, я как родитель, да, если я прихожу, мы сейчас говорим об официальных парках города, я понимаю, если аттракцион работает, значит, все хорошо, значит, он безопасен, значит, на это есть разрешение. На что я как родитель должен обратить внимание? Я понимаю, визуальный осмотр, да, я посмотрел, если мне не нравится. Скрип колеса. Вот, да, что мне, спрашивать документы у человека, который стоит у аттракциона, может быть, да, вот этот запускающий. Обычно человек пишет. Ничего здесь такого плохого, зазорного нет, да. У человека, который стоит возле, допустим, там, того же колеса, спросить документы, потому что они должны висеть на видном месте. Технический паспорт доступности этого аттракциона, что оно, там, прошло проверку в этом году, оно аккредитовано. В принципе, я думаю, еще там недельку, и все аттракционы будут уже проверены, родители могут идти спокойно кататься. Ну, спокойно, там, относительно, потому что все равно многие аттракционы, они уже и морально устарели, и городу требуется, там, определенный апгрейд, замена аттракционов, и об этом говорит голова города, что, там, даже если они еще какое-то время могут функционировать, все равно нужно их обновлять. Ну, потому что город развивается, там, 50 лет аттракциону, но это уже предел. Ну, что же, надеемся, ваша работа пройдет. Что самое главное, что обезопасит всех челябинцев, и юных, иногда и взрослых на аттракционах любят покататься, и порадоваться. Ну, извините, знаете, вот вопрос на тему дня. Когда последний раз на аттракционах катались? Вот и покатаетесь. Вот и покатаетесь еще за неделю. Нет, если серьезно. Ну, я думаю, что месяца три назад на одном из... Вот новое колесо обозрения открылось, как и большая часть на новом колесо обозрения. Ну, что ж, спасибо вам большое. Большое спасибо, Александр Николаевич. Я напомню, что у нас в гостях был депутат Челябинской городской думы Александр Галкин, и мы говорили о безопасности аттракционов. Ну, а в эту субботу в 22.00 смотрите программу «Время новостей. Итоги». Наши корреспонденты на себе испытают безопасность всех аттракционов. Не пропустите. Ну, и не пропустите нашу следующую рубрику «Садовые истории».